ну что ребята ждали да да ребят сегодня будет часть надеюсь заключительное и так ребята на этом я наверное буду заканчивать свой сегодняшний завтра будет еще продолжение закончу наверное сегодняшний коп вот именно на такой ноте покопали хорошо некоторые комрады просто жесть на улице вы даже не представляете какая погода даже все машины запотели влага сильно и как вы видите изо рта пара идет прохладненько многие машины греются заведенные спят вот так что ребят я опять остался сегодня стойки время третий час да да ребят третий час и мы решили с кингом поспать так что ладно даже объектив запотел ребята объектив запотел так что все ребята все пока завтра встретимся до новых встреч итак ребят лагерь мы уже разбираем некоторые у нас собирается домой дима вот новые комрады приехали тоже шурфят ну и потихоньку буду показывать находки которые сделали диман у нас с одной ночевкой поднял вот такое количество пузырьков вот классный пузыречек ребят очень классно два подсвечника по шмурдяку как-то у него получился так влксм значок крестики пуговка гильки одна пуговка интересно тем что это пуговка титьки титька вот патроны гильзы от бердана тут по советам интересно в принципе ничего говорить не буду один пятак трешки двушки самое вкусно ребята две монеты 1 2 копейки год говорить не буду николаевские душка 1916 трешка трешка 24 2 двушки николая 24 копеечка двадцать четвертого так это чё у нас трешка и самое вкусно ребят верховой был вот такой масса верховой масончик но к сожалению с утратом у михалыча куда лучше дальше 3 серебрушки очень приятные двадцатка верховая была ночью поднята и эти монеты серебряные по 10 копеек шуфа и интересная медаль ребят очень интересно мы его не шкребыкли пытались счета но с этой стороны смотрите какой здесь крест смотрите крест какой-то кто знает напишите в комментарии с другой стороны к сожалению не шкаблили ничего вода просто не почистила здесь крест так что пишите это находки у нас дмитрия в принципе неплохо так получилось неплохо ну а дальше будут обзор находок женькин дениса в затем михалыча рустик к сожалению серёгой приехали отдыхать свежим воздухом городские отдохнули хорошо зато досерки одну монетку нашли случайно до упали носом просто ладно сейчас других камрадов находки что ребят начали пацаны разве чаться путь дорога отправляется серёга диман тольятти рус самара всего доброго дэн готовит свои находки сейчас я вам покажу находки самого нашего форту камрада царей тут раз два три ну три царика по затем 4 царика медь 25 год трешка копеечки в общем вот так вот получилось пятаков раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать пятаков ребята и дверь две серебрухи но где-то в этой куче еще одна завалял серебрушки я так как бы не наш а вот нас они копейка еще где-то серебрушка есть три серебрушки ну принципе приятная такая куча у у михалыча ну просто получился очень хороший фундамент ребят очень зачетный сейчас находки дэна покажу ну что ребят первая порция была теперь порция добавки вот она добавка очередная это нас дэн кавказец откопал у него несколько шедевров есть это вот это 15 копеек 1 злота 1838 года прям классно серебрушка затем еще одна серебрушка царской ночью поднял 1912 год тоже хороший бодрый сохранчик вообще по царям у него сегодня самое большое количество никто больше царей не накопал раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь девять десять десять сколько царей что короче ну примерно 10 царей не считая медные советки двадцать четвертого года вот такой шмурдичок интересный он бы его выкинул но факт том что это вещица самый первый самый первый знак пионерский я информацию ребята вам давал здесь должно быть быть готов что-то в этом роде и костер ведь сюда пять брюк это означает пять материков в общем первый значок выглядел примерно вот так вот такой большой ну и в принципе ребят как-то вот так вот хорошо от попал прям зачетно это порция и эта порция и димановский который я показывал это все с одного шурфа это сколько 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 вы подняли наверно чтобы 200 с этого шурфа до михалыча да да у михалыча 65 монет воды на чуть поменьше ну так что я точно был у него монет 200 точно подняли мы же копали в других местах 25 ладно сегодня пацаны спали вдвоем ребята разложили сиденье блин и прям классно так спали вообще зачетно ладно сейчас буду показывать остальных камрадов кручего накопал не так ребят пацаны мои собираются уезжают потихоньку я наверное буду знакомиться вот с парнями здорово ребят александр четко пацаны молодцы подошли к нам поздоровались сразу и вот смотрите смотрите ребят какой у них стол какая поляна выгадайте чем такой рассказывает что это такое мельдовуха Медовуха. Представляете, вот на ком как надо ездить. А этот готовый уже, да? Нет, это мёд. А этот готовый, да? Трубочку, то есть вот так сложитесь, блядь, и вот тут падаешь с ним в обнимку, и все нормально. Ребята, вот так вот самарчане, ребята, ездят на комбале. Отдыхать от души. Вообще красавцы. Без приборов. Как? У вас приборы есть. Приборы, да, где-то там есть. А что за прибор? Веник. У тебя веник, авось. Забыл свой прибор. Аська у тебя, блядь, и этот, блядь. 40 с твой. Аська? Ага, блядь. Не, молодцы, молодцы. Не, мы на шурфах работаем только с Аськами, блядь. А вот. Аська того, конечно. Не, он предпочитает. Не, ну, если есть запутки, знаете. Да даже стандарт, нет, стандарт даже подходит. Моноскоп, охуенно. Вот. Я, блядь, петли, блядь, со стандартом ходил. Я, все, 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 все. Вообще классно. Ладно, тогда мы сейчас с вами, с вами вдвоем останемся с вами в компании. Самара. Итак, ребята, еще один камрад уезжает. Диман, счастливого пути. Тольятти. Вот. И у нас находки сейчас Женя. Он тоже собирается. Он, ребята, шурфил в первый раз. В первый раз. И он действительно фартовый тем, что он поднял две царских монеты. Ну ладно, я шучу, ребят. Шучу. Фартовый не из-за того, что две царских монеты поднял, а поднял вот такую красавицу. Смотрите, год. 1925. Это очень редкая, очень дорогая монета. Вон те, вон, камрады. Вон, которые копают. Где они? Вон они там вот копают. Уже говорили, что на поле готовы эту монету взять за 60 тысяч. Вот так вот. Ладно, камера уже заканчивается. Надеюсь, мне хватит на весь коп. Так что вот так вот. Мои поздравления, Дженька. Кстати, и еще раз хочу опубликовать вашему вниманию вот такую медаль. Чудо. Чудо, а не медаль. Постараюсь информацию найти, исторические факты прикипеть. Так что ладно. Набрал вот такое ведро, ребят, сливы. Красота. Итак, ребят, последний камрад из нашего слета выезжает на дорожку. Вот так что. Пожелаем им удачной дороги. Как говорится, не жирно. Это самый фартовый сегодня камрад был, который поднял у нас 2 копейки 25-го года. Монета очень редкая и очень дорогая. Факт в том, что монета в очень хорошем сохране. Так что ладно. Мы сейчас тронемся вон туда вон. К пацанам потом позже подъедем, узнаем, что они накопали. А я пойду туда в бот. У меня время есть. В принципе, я хочу все свободное время отдать шурфологии. Так что на этом не все. Да, Кенгуль? Ты, наверное, домой уже уходишь, да, Кенгуль? Ладно, ребят. Кстати, лагерь мы за собой, ребята, видите, да? Оставили так, как раньше было. Даже, может, даже и лучше. Все, поедем. Я тоже загрузился. Сейчас поедем. Ну что, ребят, остались мы вдвоем с Кингом. Кенгулька устал. Спрятался в тенечке. Сегодня жарковато. Но к чему я? У меня монетка. Ну, монетка очень странная тем, что чересчур зеленая. На этом фунде в основном все советы. А эта монета зеленая чересчур. Не знаю, что за монета такая. Сейчас попробую ее отковырять как-то. Если что-то интересно, ну, по размеру пятак. И так, советский. Если что-то интересное, я вам обязательно покажу, что это такое. Если очищу. Так что, ладно. Остались одни. И так, ребят. Я уже подустал. Ноги гудят. Три дня в ботинках. Жесть полная. В общем, на таком фундаменте я вам все не показывал. Показывай только приятные находки. Это у нас пять копеек тридцать восьмого года. Сохран хороший. С предыдущим пятаком не сравнится. Все. Подошел я к своей базе. Здесь у меня водичка. Перекуры устраиваю. Вот. Предыдущий пятак был такой. Я только понял, что это пятак по размеру. Ну и кое-как проглядывается что-то. Общее количество монет, которых я здесь дернул. Вот так. Блин. Потерял еще копеечку. В общем, с этого. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь монеток. Ребят, где-то за час. Не густо. Но, по крайней мере, при монетах. Кенгуль, сейчас пойдем. Еще поедем. По верхам еще пройдемся. Полчаса. И поедем домой. Посмотрим на будущее. Хочу посмотреть фундаменты. И, может быть, и где будут находки. В следующий раз, возможно, и приедем. Так что, ладно. Сейчас пойдем верховые. Пока посмотрим. Итак, ребят, подхожу уже к машине. Камеру я с собой не брал. И хорошо, что около машины. Вот в этой ямке, ребят. Здесь была находка. Ну, сигнал четкий. И он верховой оказался. И просто-напросто он сам выпал. Мне не пришлось его искать. Вот такой вот крестик, ребят. Не нужно искать. Они почему-то всегда сами выпадают. Наверное, хочет, чтобы его забрали с собой. Из темноты, из бездны. Чтобы он дальше дарил свои чудотворные действия. Ладно, очень хорошо. Забираем. Я вам сейчас около покажу, что я верховые поднял. Сейчас я даже сейчас выложу, ребят. Верховые. Именно верховые. Вот так вот. Вот такое количество. Это я с фундаментов забрал, ребят. С фундаментов. Такие стекляшки я собираю. Была гильза. Гильзы я тоже собираю. Для панно. Вот такие две гильзы. Затем пуговка орлянка. Прямо с фундамента. Эти тоже вещи с фундаментом прям были. Ну и монетки тоже. Ребят, на каждом фундаменте дернул по одной монете. Вот с каждой дымовой ямы были сигналы. Пятачок тридцатого. А поэтому я даже, по-моему, засадил. Да. Трешка двадцать восьмого. И вот пуговка тоже. Пуговка лысая. Вон, видите, там отломано ушко. В общем, вот так прошлись мы по верхам. И сигналы были в течение часа. Я думаю, нормально. Все. Сейчас к озеру. И я вам все покажу, сколько, чего я поднял за три дня. Все. Идем. Итак, ребята, буду заканчивать свой видеокоп. Сначала умоемся с Кингом, потому что мы три дня, грубо говоря, три дня и две ночи были в этой деревне и копали. Грязные, вонючие. Так что мы решили искупаться. Ну и, конечно же, находки сейчас вы увидите. Ты прекрати копать. Прекрати. Знаете, он... Сейчас вот струя воды идет. И он пытается эту струю схватить зубами. Короче, до самого озера. Туда вниз, пока я умывался. До Чапа. Вот такой здесь сорнячок. Очень приятно. Когда умываешься, вода, знаете, обжигает лицо. Оно как бы охлаждает, но с другой стороны обжигает. Такое ощущение, как будто горячее. Вода очень вкусная. И я вот тоже водичкой встарился. Прям вода прям обалденная. Вода стек такой, знаете, из дерева. Я даже предполагаю, что это еще древнее. Ну, как древнее. Наверное, где-то ранние советы. Где-то такое. Потому что, если бы это было недавно, то бы сделали трубу такую, как и он там. Но здесь, вот видите, в виде такого сруба. Смотрите. Ну ты пацан, ну ты пацан. В натуре как пацан, блин. Маленький ребенок играется. Просто посмотрите, понаблюдать. Тебя же не представляете, он иногда такое в учебе. Хоть стой, хоть падай. И он, смотрите, в воду пытается поймать. Кингулька. Ай, Кингулька. Вот, смотрите. Упал. И погнал волну. Волну сейчас погонит, пытается его поймать. И до самого озера он пошел, пошел. Это чудик-юдик. Ладно, давайте, пойдемте. Я вам покажу находочки, которые мы откопали сегодня. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать. Как говорится, выдержали у нас коп не все. Коп у нас состоялся две ночи и три дня. Достаточно долгий промежуток времени, когда находишься на копе. Хотел бы спросить, ребята, а у вас бывают такие экспедиции? Если бывают, то на сколько вы езжаете? Мы от Самары выехали порядка 150 километров. Просто, знаете, все встретились спонтанно. Я никого не приглашал. Я никого не ожидал здесь увидеть. А приехали, представляете, все те, с кем я раньше копал. Да-да. И удача улыбнулась практически каждому. Практически каждому. Кто-то приехал просто отдохнуть, пообщаться. Ну, а кто целенаправленно приехал, накопал сегодня кучу монет. Также и я неплохо сегодня откопал. Было у меня порядка, не порядка, а 50 с чем-то монет. Вот такое количество монет, ребята, у меня получилось. 50 с лишним. Не буду я все пересказывать, что у меня тут и получилось, как. Ряд десятки копейки, ряд двушек, ряд двадцатки пятнашки, трешки и пятачки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть пятачков. Интересные года. Тридцать восьмой, тридцать шестой. Потом что тут еще какие-то? Тридцатый, сорок шестой. Вот этот, к сожалению, нельзя датировать. Из вкусняшек что у меня? Ну, вкусняшка. Ну, вот это банально. Они как бы немного убитые. Трешка двадцать четвертого. Неплохой внешний вид. Вот эта монетка вообще зачетная. Смотрите, какой красивый, да? 1900 год. Вообще красивый экземпляр. Также у меня были еще две маленькие шедевральные монетки. Это у нас пол копейки. Не часто встречаешь. У меня всего-навсего таких, если не ошибаюсь, вот это третья. Ну, и одна вторая копейки у меня их было предостаточно. Даже небольшой кошелек с такими монетами подымал. Без серебра, ребят, я также не обошелся. Две... Шатается, отдыхает. Две серебрушечки номиналом по десять копеек. Ну, и вот такая-то, единственное меня сегодня, что порадовало, вот такая-то медаль. Медаль, возможно, я буду восстанавливать. Медаль материнства. Вот такая-то зачетная медалька. Всю информацию вы уже о ней все знаете. По шмурдяку, ребята, вы даже не можете представить, когда в полумраке, на черной фоне земли выпадает вот такой вот крест. Я сегодня просто ахнул. Прям думал, что какой-то ополченский крест. Ну, может быть, его и делали для этого. По шмурдяку так ничего интересного. Может быть, вот пуговка орлянка в хорошем, бодром внешнем виде. Затем вот такой чайничек я его взял. Зимой у меня будет проект по очистке, реставрации вот именно таких вещей. Кстати, я еще поднимал утюг. И я его тоже буду постараюсь. Вот такая вот заглушечка. И еще две. Ну, бутылочка имеет здесь надпись. Пацаны читали, что-то связано для чернила для ручек. Вот такая еще приятная вещица была. Заколочка, брошь. Ну, как-то вот так вот, ребята. Как вы считаете, стоит выезжать на 2-3 дня, чтобы вот такое количество находок откопать. Ну, на этом, ребята, и все. Видеосюжет состоялся из нескольких частей. Так что всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок